С Васей мы ездили, наверное, последние лет 5-6, мы ездили по экспедициям. То, что зимой нарыто было в архивах, мы летом проверяли, искали. Наверное, даже больше, чем 6 лет. Может быть, больше, может быть, 7, может быть, 8. Ну, что сказать? Что он делал в этих экспедициях? Какую он роль выполнил? Ну, во-первых, Вася талантливый землякоп. Экскаватор за ним не угонится ни один. Вася с лопатой, это виртуоз лопат. Землю чувствовал и знал, как никто другой. Ну, что ж, крестьянские корни, никуда не денешься. Но экспедиция же здесь не только копание каких-то там ям, да? Это иногда и строительство какой-то мелкой местной инфраструктуры, там, мостики через ручьи и так далее. То есть, если мы оборудовали вот кладбище на 8-му шлюзе, мы должны были почистить дорогу, построить три ручья, три мостика через ручьи. Потому что, если приглашаешь людей, ты должен обеспечить им относительную безопасность. Так вот, со всеми своими задачами Вася справлялся блестяще. Плюс, иногда была работа очень специфическая, для того, чтобы не возникало никаких сомнений в том, кто или что в этом месте было. Ну, приходилось производить эксгумацию. Вернее так, мы не эксгумировали. Мы копали ямы и убеждали, что там действительно находятся останки людей. Что это действительно кладбище или место расстрела, еще чего-нибудь такое. Последняя экспедиция у нас была с ним в прошлом году. Мы проезжали по местам бывших спецпоселений. То есть, те местам, куда сослали так называемых кулаков со всего Союза. Страшная и трагическая судьба у них была. И многие, к сожалению, остались в этой земле. И когда приезжаешь на место бывшего спецпоселка, который еще попытался отыскать на... Зачастую рядом с ними находятся большие-большие. И опять-таки, к нашему стыду заброшенные кладбища. Вот задача была определить места спецпоселений. По возможности найти кладбище. Чтобы хоть, ну, можно было сказать родным и близким, чтобы сохранились еще могилки. Почему Вася этим занимался? Я так понимаю, что этот труд не оплачивался, да? Ну, а какой? Кто платит? Это все за, так сказать, на голом энтузиазме. Слово энтузиазм не люблю, но... Ну, есть такое понятие. Если не мы, то кто? Если не мы расскажем, то государство нафиг не нужно. Тем более нынешне. Вчера вечером со стыдом узнал, что одного моего хорошего знакомого, киевского и украинского правозащитника, они пустили в Россию. Буквально вот вчера. Это кого же? Василий Овсиенко, который сюда приезжал несколько раз на дни памяти, ну, вот посчитал, Кремль посчитал его персоной ненградой, вредной для безопасности нашей страны. Так вот я всем открыто говорю, что Василий не собирался подрывать устои, или подрывать там электростанции, гидростанции, мосты, тоннели, еще чего-то, метро, да? Нет. Он приехал рассказать правду, та, которая была. Он отсидел 14 лет в этих мордовских лагерях. В мордовский лагерь поехал на конференцию. В тот, который сидел. Не пустили. Что, Кремлево переоспитал хорошо? Теперь боится услышать правду. Поэтому и Вася, он как писатель, очень тонко чувствовал всю глубину трагедии, которую постигла наши народы, в связи с этим большевистским переворотом в 17-м году. Очень тонко чувствовал неправду. Очень тонко чувствовал природу. Мы с ним несколько лет ездили на салатки, и не могу сказать, что Абасев приобщился к русской духовной культуре севера. Он ее прекрасно знал, изучая творчество Клюева, и сам человек северный, Вологодский. Но там понемножку по-другому раскрылись его душевные качества. В общем... А как они раскрылись? Вот как тебе? Он что-то писал? Ну, насколько я знаю, у него в задумке было много чего. Большое эпическое полотно про салатки. Он даже собирал материалы, но... Скажем так, нелепая и трагическая смерть вырвало его из наших рядов. Это я начинаю говорить штампами. Я специально сегодня оделся по походам, проводить Васю последнюю командировку, последнюю экспедицию. Надеюсь, что за все те добрые дела, которые Вася совершил в этой жизни, а он был человек безотказным, Господь на том свете воздаст ему, как положено. Ну, это, наверное, все, что я пока могу сказать. Потому что это... Ну, опять-таки... Неожиданная смерть, она спутала все планы, наверное. И экспедиционные, и творческие на оставшееся лето. Не знаю, поеду я в этом году в экспедицию или нет. Без напарника ехать смысла нет, нельзя. Вот, кого попало в напарники, тоже не возьмешь. Ну, ладно. Что Господь Бог даст, то и будет. А пока дежурное слово, спи спокойно, дорогой товарищ. Пусть земля тебе будет плохо. Ну, честно говоря, нам, не только мне, наверное, нам всем его будет немножко не хватать.